Почему это происходит? Одна из версий состоит в том, что некоторые компании производят автомобили не для реальных продаж, а для получения субсидий и инвестиций. Они регистрируют автомобили как проданные, чтобы на бумаге выглядеть успешными и получать поддержку от государства. Однако в реальности эти машины не находят своих владельцев и просто отправляются на свалки или стоят без дела на пустых парковках. Этот феномен тесно связан с амбициями Китая занять лидирующий позиции в мировом автомобилестроении. Производя и регистрируя огромное количество автомобилей, Китай создает впечатление динамично развивающегося и успешного автопрома, что позволяет ему заявлять о рекордных продажах и претендовать на лидерство в международной гонке автопроизводителей, особенно в сегменте электрических автомобилей. При этом китайские компании активно привлекают лучших мировых специалистов. Например, один из бывших дизайнеров Rolls-Royce теперь работает на китайский бренд Hongchi, создавая для него автомобили, которые по своим характеристикам и дизайну не уступают ведущим мировым брендам. Этот подход позволяет Китаю не только развивать собственные технологии, но и перенимать лучшие практики из других стран, что в итоге повышает конкурентоспособность китайских автомобилей. Тем не менее, даже с учетом всех усилий, китайский автопром сталкивается с рядом серьезных проблем. Одной из них является быстрая потеря стоимости автомобилей. Согласно статистике, за первые пять лет эксплуатации некоторые модели китайских автомобилей теряют до 70% своей первоначальной стоимости. Это делает их плохой инвестицией, что понимают многие китайские потребители. Поэтому на дорогах Китая до сих пор доминируют западные марки автомобилей, такие как BMW, Mercedes-Benz и другие, несмотря на высокую стоимость и иногда худшие характеристики по сравнению с китайскими аналогами. Однако Китай продолжает наращивать производство и продажи автомобилей, не останавливаясь на достигнутом. В 2023 году Китай стал мировым лидером по количеству проданных автомобилей, обогнав Японию. Этот тектонический сдвиг в мировом автомобилестроении, как его назвал The Wall Street Journal, демонстрирует, что китайский автопром уже перешел от стадии догоняющего к лидирующему. Заглядывая в будущее, можно сказать, что китайский автопром еще будет преподносить сюрпризы. В то же время покупка китайского автомобиля остается выбором с определенной долей риска. По данным РБК, в 2023 году количество китайских автомобилей, обращающихся за ремонтом на СТО, увеличилось на 10-25%, а стоимость их ремонта выросла в полтора-два раза. Это говорит о том, что, несмотря на все достижения, китайские автомобили пока не могут похвастаться такой же надежностью, как их западные конкуренты. Таким образом, китайский автопром сегодня напоминает пузырь, который раздувается за счет государственных субсидий и инвестиций. Но даже если этот пузырь лопнет, задел на будущее у Китая уже есть. Страна научилась производить автомобили в больших объемах и с высокой степенью технологической оснащенности. И хотя впереди еще много работы, Китай уже уверенно закрепился на первых позициях мирового автомобильного рынка. Будущее покажет, смогут ли китайские автопроизводители удержаться на этих позициях, или же им придется столкнуться с новыми вызовами, которые подстерегают на пути к долгосрочному успеху. Продолжение следует...